Здравствуйте! В эфире передача новости недвижимости, октябрьский выпуск. И начнем с состояния рынка недвижимости в Торонто и окрестностях. Как вы знаете, после двух поднятий, которые прошли летом, цены опять пошли вниз и продажи тоже пошли вниз. Если мы посмотрим на этот граф, вы видите вот этот всплеск, который прошел в апреле-майе, практически полностью сошел на нет уже в сентябре месяце. То есть продажи резко падают. Единственные сегменты, которые еще растут продажи, это отдельно стоящие дома в Торонто и кондо в районе 905, то что вне Торонто. Посмотрите на эти графы, что отдельно стоящие дома, что кондо, продажи на самом низком уровне за последние 10 лет. Что касается новых предложений на продажу, они стремительно растут. Стремительно растут, если мы раньше говорили, что листингов не хватает, сейчас все больше и больше. Опять же, это не везде и не одинаково, но тем не менее, в среднем количество предложений постоянно растет. И если мы посмотрим даже на этот граф отдельно стоящих домов в Большом Торонто, то мы видим, когда-то их было мало в начале года, вот в апреле, когда цены пошли вверх. А теперь они стремительно-стремительно идут предложения вверх. То есть мы практически на самом пике предложений за последние 10 лет. То же самое касается и кондо. Если мы посмотрим соотношение новых предложений и продаж, то мы находимся на очень низком уровне. На таком уровне мы были в 2018 году, когда тоже был жилищный кризис. Ну и посмотрим на цены. Цены пошли вниз после пика, который был в 2022 году. И немножко он все-таки завернул и пошел вверх. И опять, видите, маленький такой чубчик, что он заворачивает, опять идет вниз. Посмотрим опять же, что происходит в кондо. Этот граф уже видели неоднократно, но он не улучшается, а только ухудшается. Поэтому, если кто-то инвестирует в кондо, вы можете посмотреть, что сегодня отрицательное кэшфлоу при покупке кондо в среднем достигает почти полторы тысячи долларов в месяц. Даже с учетом того, что моргидж выплачивается, мы все равно около тысячи долларов в месяц теряем. То есть мы теряем около 10 тысяч и больше в год, как только мы купили кондо. То есть вся надежда только на один рост. Поэтому главный удар именно прошелся по кондо. Кондо продается очень тяжело и очень большой кризис кондо сейчас в Большом Торонто. И вернемся сейчас к экономическим показателям. Инфляция. Мы кричали ура летом, когда инфляция дошла до уже 2.8, потом она поднялась немножко, 3.3 стало, потом стало 4. И следующие показатели инфляции уже говорят, что она продолжает расти. И как уже многие обозреватели говорили, я говорил это в прошлых передачах, о том, что то, что поднимается интерес, он не улучшает положение инфляции, а наоборот ухудшает. Потому что все расходы на жилье только растут, рент растет, а также платежи по моргичам растут. И это не улучшает, а добавляет инфляцию. Что сделает Банк Канады в ближайшее время, мы это увидим. Теперь по поводу безработицы. Мы говорили, что мы находимся на очень низком уровне безработицы и приложение новых вакансий все росло и росло после того, как мы начали выходить из пандемии. Теперь, если вы видите, все изменилось, мы идем обратно вниз. Сейчас мы находимся на уровне пандемии примерно. Не того кусочка, который убран с графа, где был всплеск, когда люди сидели дома, а именно более стабильного рынка. Тем не менее, сейчас все больше и больше увольнений, меньше приложений труда. Но это главная причина, почему мы говорим, что мы в рецессии и на полных порах мы туда мчимся. Также это видно по GDP, которым нам говорят, что она вроде положительная, но если мы возьмем на душу население, то в принципе GDP у нас отрицательная. И если она продержится так следующий квартал, то мы уже официально в рецессии. Что касается нового строительства, все говорят о том, что стройки заморожены. Если вы посмотрите на граф Кондо, Кондо стремительно рос. Количество Кондо строилось очень много в Торонто. Вообще Торонто самый строящийся город в Северной Америке именно с точки зрения Кондо. Даже говорили, что там самое большое количество кранов. Что же касается отдельно стоящих домов, то за последние 20 лет практически не изменялось количество построенных отдельно стоящих домов. То есть кризис отдельно жилищных домов очевиден, их очень сильно не хватает. И вот здесь вот цифры, о которых я уже неоднократно говорил. За 10 лет население, это был projection, выросло на миллион 150 тысяч. И среднее, значит, если мы скажем средний размер семьи 2,5, то мы видим, что где-то 460 тысяч семей добавило за 10 лет. То есть, если возьмем, посмотрим, сколько нового строительства строится в Антарио, то мы видим, что это 36 тысяч жилья в год. То есть, за 10 лет было создано 366 тысяч жилья. То есть, мы уже находимся в 93 тысячи недостатка жилья. Это было до пандемии. Сейчас эти показатели намного-намного хуже, потому что, как вы знаете, количество приезжающих стремительно растет. И вы помните, как 7HC поставил планку и сказал, для того, чтобы достигнуть доступное жилье, мы должны построить за следующие 10 лет полтора миллиона дней жилья. Все мы похлопали, и мы не доходим даже до половины плана. Почему все это происходит, и что надо делать, я скажу в конце этого видео. И вы сразу поймете, что нужно делать для того, чтобы защититься от этого ужаса, который происходит с экономикой, с этим печатанием денег и прочими делами. Ну, а пока дальше. Значит, давайте посмотрим на то, сколько строится дни жилья в разных провинциях. И когда мы говорим, что где-то есть всплеск, где-то всплеск строительства, где-то всплеск роста цен, то посмотрите на то, что нас ожидает в будущем. Если мы возьмем, сравним, скажем, Антарио и Альберту. То есть в Антарио 680 тысяч единиц жилья строится, да, построено, а нехватка 1 миллион 480 тысяч, для того, чтобы достигнуть доступных цен. Когда же мы посмотрим на Альберту, там 360 тысяч построено, а нехватка 130 тысяч. Тоже нехватка, но это примерно 30 процентов от того, что построено. Нехватка же в Торонто, это где-то 300 процентов. То есть, понимаете, не Торонто, а Минцентарио. То есть 300 процентов нехватки. Это говорит о том, что цены просто взорвутся, как только ослабят вот этот вот узду, которая называется банковский интерес. Нехватка огромная. И она только увеличится, потому что все больше и больше строителей останавливают свои стройки. Посмотрите на Большую Семерку. О том, сколько есть жилья на душу населения. Вот это из расчета, допустим, тысячу единиц населения Большой Семерки. Мы находимся на последнем месте. То есть у нас самая большая нехватка жилья по Большой Семерке. Потом идет Америка, потом идет United Kingdom, да. А все остальные у них, наоборот, избыток. Вот поэтому такие цены. И если мы посмотрим по поводу роста населения, то мы видим опять же, что прирост населения у нас самый большой из Большой Семерки. Отрицательный только сейчас Виталий и Япония, а мы на первом месте по росту населения. И это видно на этом графике. Если, например, за 5 лет с 2007 по 2015 год 1,736,000 увеличилось население, то с 2015 по 2023 на 3,780,000. Это огромнейший скачок. И многие его не предвидели. Вообще, если посмотреть статистику, мы очень сильно отстаем от прогнозов правительства. Ощущение, что правительство и все остальное действуют не согласованно. И вы видите, вот этот скачок после пандемии. Почти 1,2 млн приехало только за прошлый год. 1,2 млн. Это огромная сумма. Из чего это составляется? Конечно, подавляющая доля это не перманет резиденты. И вот если мы посмотрим на этот граф, то мы увидим, что где-то в районе 400 с чем-то тысяч это была эмиграция. И около 700 тысяч это были не перманет резиденты. То есть это студенты и это также иностранные рабочие, которых не хватает здесь. И поэтому привозится в большое количество. То есть, ну, естественно, беженцы из Украины тоже внесли свою лепту. То есть 1,2 млн. человек за 22-й год приехало в Канаду. Это не запланировано. Запланировано было 500 тысяч. То есть нехватка огромного-огромного жилья. И если мы посмотрим international migration, когда многие говорят, ой, из Антарии уезжают, потому что в Антарию все очень дорого. Многие уезжают. Да, действительно уезжают. Посмотрите на эту красную линию. Это кто, кто уезжает. Посмотрите на зеленую линию. Это не перманет резиденты. На синюю линию это эмиграция. Приезжает в разы, в разы больше, чем уезжает. И если мы посмотрим на график вот этого net interprivational migration, мы видим, что отрицательный баланс в Антарио. Самый большой 40 тысяч человек уехало. А самый большой прирост это в Альберте. Более 50 тысяч человек приехало. Казалось бы, большие цифры. Но что такое такие цифры в размере Антарио? Посмотрите на этот граф. Если мы посмотрим из всех-всех огромных баснословных цифр, которые я сказал, это эмиграция, приезд non-perminate residents, то 44% всей этой массы людей приезжает в Антарио. Это колоссальные цифры. Это больше, чем полмиллиона. Следующие, это Альберты, 14%. Это следующие в очереди. 44 и 14. Если мы даже посмотрим, то по сравнению с 2016 годом в Антарио приезд увеличился в процент отношения, а в Альберте он уменьшился. Да, 40 тысяч может быть и приехало в Альберту, но это капля в море по сравнению с той эмиграцией, которая приезжает в Канаду и в частности в Антарио. Поэтому демографический кризис, кризис жилья, кризис здравоохранения будет и очень сильный. Теперь посмотрите, насколько увеличились рент. Это баснословные цифры, насколько увеличился в среднем аренд в Торонто. И он подстоит расти. Да, он иногда идет вверх, иногда вниз. Когда была пандемия, немножко пошел вниз, потом опять вверх. Но видно, тренд идет вверх. То есть цены на аренду растут. И мы видим, что какой сильный CPI, это часть инфляции, составляет именно жилье. Очень большой процент. То есть рост аренды и рост процента ставки усугубляет нашу инфляцию. А теперь поговорим, почему все это происходит. Посмотрите на этот граф. Это граф M2 Money Supply. Это сколько, в простонародье сказать, печатаются денег. И вот посмотрите этот вот всплеск, который произошел, когда началась пандемия. Если мы возьмем эти две точки, которые были где-то в 2002 и в 2023, то есть 20 лет прошло, и возьмем 10 тысяч денег, которые были в 2002 и деньги, которые были в 2023 году, то мы увидим, что сила этих денег в 5 раз изменилась. В 5 раз для того, чтобы остаться на том же самом уровне, именно в денежном эквиваленте, наши деньги, наши assets должны расти на 8% в год, для того, чтобы остаться на том же самом уровне. Если мы посмотрим на S&P 500, именно граф на бирже как Рос, и те, кто инвестировали за эти 20 лет, могут сказать, о, это очень хорошо выросло, да, то есть вроде бы неплохо деньги сыграли. Но если мы разделим на количество напечатанных денег, чтобы узнать силу этих денег, то за эти 20 лет деньги выросли всего на 4%. Это парадоксально, это непонятно, что происходит, поэтому происходит такое уничтожение среднего класса. Если вы и ваши доходы не будут расти на 8% в год, вы очень-очень сильно отстаете от всех этих трендов и экономики. И кризис неминуем для всех, кто не перейдет эту цифру. Если мы еще посмотрим и добавим отношение валют к американскому доллару, то цифры еще хуже. То есть если в синем выделены страны большой двадцатки, то посмотрите, ни одной страны нету, которая в плюсе. То есть еще более 30% только в Канаде, это потеря по отношению к американскому доллару. А теперь посмотрите на граф, как растет M2 и как растет цены на жилье. Видите закономерность? Вот оттуда все и происходит. Поэтому о том, что говорят, что пойдут цены на жилье вниз, это невозможно, потому что деньги и печатный станок будут продолжать печатать. Ну и этот знаменитый граф, который я всегда показываю, говорит о том, как растет наш доход, а как растут цены на дома. И наше поколение еще, может быть, живет в домах, то следующее поколение, скорее всего, будет жить на аренде, если, конечно, мы что-то не предпримем. И эти три корзины, которые я говорил уже неоднократно на передачах, как распределить деньги, это иметь наличные, это иметь золото, биткоины, то, что не привязано к системе. Ну и остальное, это дома, которые приносят кэшфлоу и бизнесы, которые приносят доход. Также, те, кто хочет заниматься инвестициями, обратите внимание обязательно на то, что приносит доход. Не покупайте без кэшфлоу, мы видим, что происходит с теми, кто это сделал. Кстати, в Америке тоже есть очень неплохие возможности для инвестиций. Обо всем об этом мы будем говорить на следующем семинаре, который у нас пройдет уже скоро. И там мы поговорим, как купить отдельно стоящие дома в районе 300 тысяч долларов в Америке, новопостроенные, которые сдаются за 3 тысячи в месяц. Ну и также поговорим о экономике, о том, что нас ожидает и как не только сохранить свои деньги, а приумножить. Потому что основные деньги делаются в кризис. Всего вам доброго, до встречи в ноябре. Редактор субтитров А.Семкин